Пляжи, солнце и вода это классические летние развлечения. Ну и отличный способ расслабиться и отдохнуть. Однако наш сегодняшний гость уверен, играя и отдыхая можно еще и значительных успехов добиться. К нам пришел квестолог Дмитрий Любимов. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, вы занимаетесь психологическими квестами. Чем они отличаются от простых квестов? Ну, во-первых, это познание себя, отношений или бизнеса через игру. Тем самым мы расслаблены, мы играем. У нас спокоен ум. Вот это очень сейчас многим не хватает. Успокаивается это китайское общежитие в голове, куча мыслей. И следующая важная вещь, это порой возможность человека убрать цели. Почему? Потому что цели иногда с нами играют коварную такую шутку. Человек сосредоточивается на этой цели, и в итоге он не видит огромное количество удивительных людей, вещей, богатств, которые к нему приходят, потому что он смотрит на эту цель. Как в шорох идет, да, вот только по прямой линии. Да, перестает замечать простые вещи. И вторая опасная штука. Человек, изначально ставя себе эту цель, самообманывается. И в итоге, достигая ее, понимает, что она ему не нужна. Дмитрий, а в чем это отличие от тренинга личностного роста тогда? Да, тренинга личностного роста. Ну, во-первых, на тренингах личностного роста, опять же, есть вот некая цель. И вторая вещь. В квесте нету волшебной таблетки или каких-то супер пять простых шагов, чтобы стать миллионером. Вот этого здесь нету. Здесь вообще отсутствуют готовые ответы. То есть, благодаря квесту человек, вот эти волшебные пинки, за которыми люди идут, мотивация, он ее достает из себя. Потому что только своей мотивацией можно чего-то добиться. Потому что чужие модели, они рано или поздно заканчиваются, и люди падают в депрессии и там прочие ситуации. Слушайте, как здорово, потому что это прям отличная идея. Ведь нас всегда учили идти вперед, поставить цели, добиваться любыми путями. А вы все это изнутри. А что значит, вы говорите, человек ставит себе не те цели? Ну, дело в том, что мы часто живем чужими желаниями. Мам, пап, жен, кошек, собак, чьими угодно, только не своими. И вот квест, это как раз возможность расслабиться, успокоиться. И для себя понять, какая же твоя самая цель личная. А как вам вообще пришла в голову идея проводить именно квесты? Потому что то, что вы делаете, это по сути психология. По сути, да. Вот три вещи сложились одновременно. Я разочаровался в тренингах личностного роста, которые я вел. Я увидел их несовершенство. Второе, я изучал режиссуру, вахтанговую игру. И третье, я увидел, что люди уже, они себя слишком ископали. Они уже попутешествовали в прошлой жизни. Сделали расклад на таро на будущее. Расставили себя по хеллингеру. Сделали гештальтерапию. То есть, как это говорится, разобрались. Ауру свою даже уже сведовали. Ауру, не знаю, свет свою ауру, точно. И вот квест, это возможность, наконец, не разобраться, а собраться уже и начать жить. Вот давайте мы посмотрим, как это получается. У нас есть какой-то кусочек видео. Давайте посмотрим. Дмитрий, ну здесь вы выглядите растерянным. Это еще было до как раз поисков себя, или что это как было? Это я уже абсолютно себя нашел. И это вот была демонстрация квеста по нахождению чуда вокруг. Мы вот иногда идем куда-то и не видим. И вот есть же Станиславский, есть Чехов. Станиславский учил изнутри идти во внешнее, а Чехов из внешнего во внутреннее. И вот этот квест о том, что можно просто сделать выражение удивления. И вот стоит пройтись хотя бы от дома до метро с таким выражением лица. И вот мне недавно отписались как раз по этому квесту. Девушка на следующий день оказалась на берегу моря. Просто она прошлась вот так. Да вы что? Да. Ну она же не сумасшедшая, что она прошлась. То есть она попыталась через это что-то получить, эти впечатления, правильно? Это не просто она и идем, все равно ничего не видим. Нужно увидеть вокруг, находясь в этом состоянии. Она была по сторонам и обращала внимание именно на какие-то для себя удивительные моменты. Да, да. Она научилась их как раз видеть. Потрясающе. Видеть. Давайте мы еще посмотрим один кусочек видео. Потом нам подсказывают, что есть еще что посмотреть. Ну что, дети, вы готовы? Я не знаю. Пока они ничего не понимают. Вот. Это петельная игра. Мечту, получается, на самом деле нет? Почему? Ну, все, весь ваш образ разрушили. Нет, это было специально. Вот мы в кустологическом центре перезагрузка, мы стараемся параллельно делать хорошие вещи. То есть мы делаем квесты для детдомов, а это вот мы с моей супругой в Индии, и мы там детям подарили на Новый год всякие... Радости, подарки. То есть супруги у вашей живется, я так понимаю, тоже весело. Вы в отношениях тоже постоянно составляете проходить квесты? Да мы с этого, собственно говоря, начали. У меня вот есть квест по проживанию слов. Это вот тоже благодаря Вахтангову. Я эту методику изучил. И я выбрал тогда прожить словом музыка. И я думал, я напишу какую-нибудь песню или стиху, думал там. Но в итоге на второй неделе я встретил свою супругу, и вот, ну, корень муза. Но это отдельная история. Тем не менее, вот, ну, у нас у обоих мы такие масштабные личности, и нам надо было вот находить общие такие точки. И квесты нам очень помогли. Мы завязывали друг другу глаза, делали там День тишины по очереди. Там, ну, а-ля, собери носки, и ты узнаешь, где ужин. Где вам живется? Как интересно. И с тех пор, да, мы вот играем, квестуем, придумываем что-то новое. Ну, уж точно не скучно. Не скучно. Какие люди к вам приходят? Ох, это хороший вопрос. Совершенно разные. В одной группе у меня, например, был парень из девятого класса и мужчина семидесяти лет. То есть от мала до велика. Что же их объединяло? Что же их объединяло? Желание вот вернуть игру в жизнь. Потому что это, на самом деле, физиологическая потребность. Она просто чуть ниже стоит в иерархии после голода и сна, но она есть. И на нее легче про нее забыть. Ну, а как люди к вам приходят? Как они вообще доходят до той мысли и находят вас? Это тоже какое-то чудо. Это сарафанное радио в основном. Я в свое время с нуля, вот, не имея ни базы, никаких ни клиентов, собрал людей и повез их в Крым. С этого началась моя квестологическая деятельность. Потом уже, видимо, стали делать. Более того, потом пришли люди уже педагоги, которые пришли ко мне учиться квестологии. То есть профессиональные психологи приходят тоже к вам. То есть можно сказать, что вы родоначальник психологической квестологии. Да, именно так. Дмитрий, очень интересно. Прям захотелось тоже к вам попасть и попробовать пройти свой собственный путь. Не тот, который навязывает нам тренеры личностного роста. Найти что-то свое. Найти что-то свое. Большое спасибо за то, что пришли, поделились таким, в общем, на самом деле, неким чудом. У нас в гостях был удивительный человек, квестолог Дмитрий Любимов.